Эфир телеканала ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. 10 грамм для себя. Вы понимаете, что статья 10 грамм это уже не для себя. Простая арифметика со сложным финалом. Рецидивистки попались с героином. Хороший, но незаконный улов. Браконьера задержали прямо во время промысла. Безвыходная ситуация. Новосибирского домушника постигла участь Винни-Пуха. Он застрял. Не нашли состава преступления. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении руководителя новосибирской компании ТИОН. Предпринимателю Дмитрию Трубицыну инкриминировали редкую статью. Производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий. Несколько лет назад компания получила разрешение на поставку в медучреждения очистителей воздуха. Приборы должны были избавить палаты стационаров от вирусов и бактерий. Однако Росздравнадзор неожиданно выявил, что уже установленные в больницах аппараты не соответствуют техническим требованиям. Следствие в свою очередь пришло к выводу, что бизнесмен хотел сэкономить на производстве оборудования ради уменьшения его себестоимости и получения большей прибыли. История в итоге дошла до суда, но Фемида вернула материалы прокурору на доработку. После чего следователь и вовсе вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. И сегодня стало известно, все обвинения с Дмитрия Трубицына сняли, кроме того он получил право на реабилитацию. А мы продолжаем. Покупали через интернет, продавали из рук в руки. Наркоторговки-рецидивистки оказались за решеткой. Новосибирские полицейские рассказали об очередной удачной спецоперации. Имеется ли, что у вас запрещено? Скажите мне, имеется? Где? Что? В рюкзаке. Что? Наркотическое средство героин. Где приобрели, при каких обстоятельствах? На закладке. На закладке? Со своей подругой? Задержанные полицейские не поверили. И не зря. Оперативники давно следили за 37-летней жительницей Ленинского района и ее 49-летней подругой. Обе женщины были неоднократно судимы за различные преступления, в том числе и за хранение наркотиков. А в последнее время приятельницы и вовсе поставили торговлю зельем на поток. Фигурантки приобретали оптовые партии героина посредством сети интернет, а сбывали наркотики в розницу непосредственно из рук в руки. При личном досмотре полицейские обнаружили у подозреваемых около 47 граммов героина, который предназначался для сбыта. Помимо собственного товара, у приятельниц нашлись и деньги, полученные за героин. Всего около 200 тысяч рублей. Теперь обеим светит уголовная ответственность за покушение на сбыт зелья в крупном размере, а это до 15 лет за решеткой. К другим темам. 2,5 тысячи нарушений и 10 происшествий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура подвела итоги навигации на водных артериях региона. Надзорное ведомство, управление которого расположено в Новосибирске, следит за соблюдением законности сразу в трех крупных речных бассейнах. Опертышском, Енисейском и Обском. Правда, наиболее тяжелое ЧП, с которым пришлось разбираться прокурором в этом году, произошло уже в море Лаптевых. В Хатангском заливе буксирный теплоход «Малахит» столкнулся с несамоходной баржей и затонул. В результате кораблекрушения погиб один из членов экипажа. Его тело до сих пор не нашли. В ходе проверки выяснились вопиющие подробности трагедии. Грубейшее игнорирование судовладельцам, капитанам требований плавания. Во-первых, не был соблюден район плавания, то есть класс этого судна не соответствовал району плавания. Кроме того, ни капитан, ни судовладелец не сообщили о катастрофе в соответствующие органы. О том, что произошла авария, стало известно лишь спустя неделю. Эта история получила уголовное продолжение, как и инцидент в акватории Аби. Летом прямо в черте города Барнаул плавучее кафе «Барракуда» с сотней пассажиров на борту врезалось в опору моста. Это случилось из-за резкого ухудшения погоды. В результате пострадали 35 человек. Конечно, здесь вина капитана в первую очередь. В виде на прогулку более 100 человек на этой барже. Помимо этого, есть у нас вопросы очень серьезные к освидетельствованию. В прокуратуре полагают, что судно, изначально предназначенное для перевозки сыпучих грузов, использовать для прогулок было небезопасно даже после переоборудования. Надзорное ведомство сейчас проверяет, насколько обоснованно владельцу баржи выдали соответствующую лицензию. В целом, навигация 2018 в плане соблюдения законов на воде мало чем отличалась от прошлогодней. Нерадивые капитаны все так же сажали суда на мель и допускали столкновения. А нечистые на руку предприниматели устраивали нелегальные паромные переправы и катали отдыхающих без разрешительных документов. Сотрудники речной полиции Новосибирска задержали браконьера. Во время рейда рыболов на крючок правоохранителей попался 54-летний житель Искитима. В районе села Бурмистрово он вышел на промысел на моторной лодке с запрещенными орудиями лова. Браконьер попался опытный. Мужчина уже был судим за нелегальный промысел биоресурсов. Тем не менее, он вновь вышел на дело. Изъято почти 400 экземпляров рыбы, среди которых 5 стерлядей, 68 судаков, 79 лещей, а также плотва, окунь и ясь. Улов задержанный планировал продать. Возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. Максимальное наказание согласно санкциям статьи предусматривает штрафы в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Споры за уличную парковку закончились вызовом полиции. Обитатели новостроек жилого комплекса «Радуга» и аборигены из ближайшего частного сектора не могут поделить территорию. Под утро владельцев припаркованных у частного дома на шестом переулке танкистов иномарок ждал неприятный сюрприз. Ночью машины облили белой краской и клеем ПВА. «У вас с головой все в порядке? Вы знаете стоимость автомобиля?» «Зачем? Для чего вы это делаете?» «Вставите, куда не надо». «Так вы нормально попросите, зачем портите имущество?» Вандал нашелся быстро. Это хозяйка коттеджа, которую с ее слов напрягают чужие машины у забора. По некоторым данным, женщина – учитель труда в школе. Вот и преподала она урок с использованием подручных материалов. Полиция составила в отношении хулиганки протокол. И в завершении анекдотичное преступление. Точнее, сначала все шло обыденно. Рецидивист-домушник проник в квартиру, но на выходе едва не застрял в форточке. Выбраться ему помогли бойцы вне ведомственной охраны. Жители двухэтажек на бульваре молодежи – это Академгородок – накануне стали свидетелями необычной картины. Невысокий щуплый незнакомец прогуливался под окнами домов, а затем буквально ввинтился в приоткрытую форточку одной из квартир. Соседи позвонили в полицию, и в считанные минуты во дворе появился экипаж группы задержания вне ведомственной охраны. «Окно было открыто, соответственно, с ним вступили переговоры. Предложили выйти ему и рассказать причину, что он там делает. Вообще, почему человек в окно лез, выяснить причину. Он сказал, что выйти не может. Ну, предложили, как заходи, так и выходи». Форточника подвел хитрый дверной замок, который даже изнутри нельзя было открыть без ключа. А вылезти обратно на улицу оказалось сложнее, чем попасть в квартиру. Гвардейцам даже пришлось помочь незадачливому жулику. Тот честно признался, в окно поле, чтобы поживиться чужим имуществом. Взять ничего не успел, но только в этот раз. «Находилась похищенная ранее в нашем районе сигарета Филипп Моррис, женские украшения, всевозможные предметы одежды, неподходящие ему по размерам». В отделе полиции задержанного ждали. Ведь эта кража была далеко не первой в его послужном списке. Мужчина уже воусудим за такие преступления и большую часть жизни провел в местах не столь отдаленных. Последний раз освободился всего год назад. «Вы какую-то специальность имеете? На кого-то обучались? Нет. Ну какое-то дело делать умеете? Променем, крашивать квартиру? Да, все. На что лучше всего? Что лучше всего умеете? Красть». А сама хозяйка квартиры о незваном гости узнала только от полицейских. И порадовалась тому, как быстро сработали гвардейцы. Ведь воришка не успел даже толком обыскать ее жилище. «Он-то культурненько как-то с окна поставил на стул. В общем, ничего он не успел ни ящики не выдвинуть. Видно, что нигде он не успел пройтись». Теперь форточник-неудачник рискует получить очередной срок. А гвардейцы продолжают нести службу на улицах города. А насколько Артем Валевич – экстренный вызов. На этом все. С вами была Ксения Смотрова. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин